Господин Крым, у меня такой вопрос по поводу самой системы, то есть процесса реконструкции. Как осуществлялось, то есть по документам, что было запланировано непосредственно в реконструкции предприятия по термой системы водоснабжения и касалось это также канализации? Канализации это не касалось. Проект по канализации, как сейчас уже было озвучено, заказан на этот год. И если тот транш, который обещан из Европейского банка развития реконструкции, придет в Чедрунгу, то именно этот этап канализации Чедрунги будет произведен. Если останется конкретно на канализации, то если водопроводные сети цикл начали, цикл завершили, то по канализации поделим проект на 6 этапов. Это значит, что каждый этап будет завершенный цикл. Есть сегодня, допустим, 50 миллионов на все объемы работы, мы выполняем все работы. А если будет частичным, допустим, 5-10 миллионов, первый-вторый этап завершили, циклично завершили, это система работы, ждем другого транша. Не будет так, чтобы перелили весь город и канализация не работает. Так вот этапно будет. А по водопроводу конкретно были проборены новые скважины. Сколько количество? Их было 9, но 9 скважин были проборены новые. Там и старые, кстати, сейчас во втором транше и старые отремонтируют, сейчас у них работают и старые, и новые. То есть их станет больше? Они уже есть. Были построены резервуары, была очистка, ультрафиолетовая очищение, не знаю, она сейчас работает у вас, не работает, обеззараживание. Потому что, если вы читаете прессу, то сегодня Кишнев, господин Киртага заявил, что воду хлорировать не будут. В течение года перейдут на ультрафиолетовое облучение, чтобы бактерии убивать изначально при выходе воды в город до подачи потребителю. Эта система есть в Чадрунге, его можно запустить, потому что сегодня, хоть мы не хотим, все равно вода хлорируется. Есть дозавтра, но если чуть-чуть больше хлора дашь, то это очень плохо действует на здоровье человека. И также были обновлены все сети. Все сети. И самое интересное, что сети были не то что обновлены, они поданы каждому абоненту во двор. Дальше уже абонент ставит колодец, ставит счетчик, ведомо, после как будут получать технические условия САПа Термы, они ставят свои счетчики и получают воду. Ну и естественно, и оплачивают. То есть продолжительность системы, сколько это в километрах? Более 120 километров проложена обновленная водопроводная сеть. А жителей у вас, абонентов сколько? 80 тысяч абонентов. Ну практически получил каждый дом многоэтажный, и каждый житель. И кстати, там построили еще и очистные сооружения, именно для воды. Потому что вода, там есть свой состав, он для питья, он негоден. Как негоден? То есть есть система очистки? Есть система очистки, да. Она тоже построена турецкой стороной. Я думаю, что в этом году она будет уже запущена, и люди будут получать... В принципе, они сейчас, насколько мне известно, у вас сколько бюветов? 9 бюветов имеется, да? 10 бюветов. 10 бюветов. Такое на юге Молдавии, по-моему, только в Чадалунге есть бювет. Нет, ну где? Бюветная система, по-моему, есть еще человек в Чечневе. Именно получают люди питьевую воду. Вы объясните немножко для наших телезрителей, что такая за система, и в чем заключается ее преимущество? Значит, в городе, в свое время пробурено 10 бюветов, это считается питьевой воды. Это находится в сформате 70-100 метров, где вода, вода подается городу круглосуточно и бесплатно. Это распространено в районах, в каждом районе города, и человек имеет возможность прийти, взять для питьевых целей чистую родниковую воду. До сих пор нам тяжело бороться с этой системой, я не знаю как, но там не только город воду пьет, там весь район воду пьет. Весь район оттуда берет воду, в этих бюветах. И за это платит все Апотермо. И электроэнергия, и замена насосов, и обслуживание, и ремонт. Это дополнительные затраты? Да. Которые сегодня, Апотермо, никто их не возмещает. Это боль нашего предприятия, мы столько раз говорили, но пока нам никто на встречу. Господин Златов, у меня вопрос к вам. Вы как представитель исполнительной власти, у меня вопрос. Вот где остро сейчас на данный момент стоит вопрос по водоснабжению населенных пунктов в Гаузии? То есть о каких населенных пунктах мы можем говорить, что действительно есть проблема поставки воды? Значит, у нас есть населенные пункты, в которых в настоящее время централизованного водоснабжения вообще нет. Это Ксилия, русская Ксилия, там даже ни скважин нет, и люди пользуются только привозной водой или водой с колодцев, которая в летнее время пересыхает. Это Котовское село, это Карбалия. Карбалия находится в кувейцком проекте, так называемом, который уже длится лет 6-7, и что до конца ему и не видно. Но остальные населенные пункты, скажем так, более-менее успешно эти вопросы решают. Как вы знаете, у нас была составлена программа водоснабжения населенных пунктов в Гагаузии, и через различные источники финансирования. Это из регионального бюджета, это и гранты. И вот сейчас, как мы говорили выше, и кредитные ресурсы Европейского банка, которые, я думаю, Иван Павлович подробнее расскажет, как этот проект осуществляется. Потому что уже в Камраде будущее мнение, что чадерлунги все дают, а Камрад как бы обходят стороной. Это не божий подарок, это акционерное общество, которое создано. Он берет кредит в размере 2,5 миллионов евро, и к нему еще они получают 5 миллионов гранта, и этот кредит придется возвращать. Поэтому немножко это будет бить и по тарифу. Я думаю, Иван Павлович более подробно на это может нам рассказать. Да, господин Тарлак, вот говорят люди тут, политики, в Камраде, что зачастую куда угодно в Грузии уходят деньги, только не в Камрад. Это одно из таких предвыборных лозунгов. Скажите, сколько конкретно было потрачено денег на чадерлунгский проект? Значит, имеется по воде или заплатироваться проект? Нет, именно вот на данный момент по воде. То, что мы завершили проект, транш, 68 миллионов лей освоено. Это в долгах сколько? Это в пределах 6 миллионов, 6,5 миллионов долларов. Субтитры, если я не ошибаюсь, турецкая сторона выделила на Камрад 15 миллионов долларов. 15 миллионов, значит, друг на Камрад. Остаток еще 20 миллионов. Из 20 миллионов, 10 миллионов, то, что обещано. Чистые, которые были затрачены на город Камрад, на водозаборчик в Майдане. На Камрад 9 миллионов 715 тысяч. То есть уже больше, чем на 4 миллионов? И 6, да, больше получается. Расскажите нам подробнее о проекте, связанном с Банком Европейской Реконструкции. Этот проект начинался уже почти два года, уже действует. Приезжали экспорты с Европы. Брали у нас, как говорится, все данные, экономические показатели и финансовое вселенное. Они ввели полностью всю Молдову. Но на юге они выбрали нас. Вопрос был тоже, почему вот не Камрад, а Чадерлунгу. Ну, был ответ такой. Значит, в Чадерлунге сегодня вода обеспечена 100%, канализованный город сегодня 10%. Поэтому было решение именно их результатов, чтобы выделить Чадерлунге. Это 7,5 миллионов евро, полный кредит. Значит, возврат 2,5 миллиона евро. Контрибуция предполагается? Значит, поэтому по требованию именно Европейского банка тариф наш сегодня поднят на 13,5 лея. 3,5 от лея из 13,5 будет обеспечено на специальном счете для возврата этого кредита. Кредит получается, получим, будет на 15 лет и должен был 2,5 возврата. 3,5 лея, это уходит на спецсчет и никто не имеет отобрать ни одной бануции. Это идет чистое погашение кредита. То есть, получается, для улучшения собственного предприятия вы готовы идти на кредит? Да. Мы взяли и банки молодой экономии, и экономий банк взяли. У нас покрытие сегодня есть. Мы сегодня имеем кредит. Погашаем. Как собираетесь, как будете строить работу предприятия, чтобы сильно погашить эти кредиты без проблем? На сегодняшний день у нас были выездные семинары в Республике Румыния, были мы в Германии. Немножко опыта нанялись. Сегодня, сегодняшний день, очистные сооружения, которые в прошлом году должны были завершены, наверное, в этапе завершения, значит, численность людей. Очистные сооружения было 15 человек штата. На сегодняшний день работает 6 человек. 6 человек выполняют ту же работу. На ГНС-ках, РГНС-ках было 16 человек. Сегодня работает 2 человека. Мы за 3 года сократили более 25-35 человек. Именно... Но вам оборудование позволяет... Сейчас я вам объясню. Мы это произвели, потому что после реконструкции РГНС и очистных сооружения, где оборудование поставлено нового газа импортного оборудования, которое перейдет на автоматический режим. Поэтому мы людей, кстати, зарплату убрали, а автоматика работает сама по себе. Иски соображения. Второе. При, будем говорить, транше турецкого, это фирма и кубет групп, заказчиком был судакон, была проведена большая работа именно по замене сегодня арт-скважин. В нынешнем положении, которое сегодня Дебетвады составляло вместо 10 кубов, скважин давало 6-5. Были заменены 9 скважин, пробурено новых, отремонтировано 7 старых скважин и 15 скважин, которые более признаны в порядок соответствия. Сегодня они работают, из них 9 обеспечивают город водой. Автоматика сегодня соответствует импорту и импортному оборудованию, поэтому сегодня у нас есть улучшение и по этой части. Потому что сегодня, сегодня насосы, которые выбраться, потери имеются уже на насосах, потери, которые там не выдаются, мы уже считаем их потерями. От них мы ушли. Каждый водозабор, каждый резервуар, каждый, говорится, имеется свой учет. Начиная с глубинного насоса стоит водомер, на резервуаре стоит водомер, на прием второго резервуара стоит водомер и на переказе стоит водомер. Мы его читаем четыре раза и складываем, какой из скважин сегодня надо менять немедленно, какой надо остановить, потому что электроэнергия уходит, а дебет воды нет. Вот таким положением мы сегодня, сегодня потребляем электроэнергию на все предприятия, это котельные города и, мы говорим, это АПА-канал в пределах 130-120 тысяч лей. АПА-канал потреблял 200-220 тысяч только до АПА-канал. Сегодня мы совместное предприятие, но сегодня цена выросла два раза электроэнергии. Вот из этого, я скажу, это большой объем работы сделан, которая стала экономичной, потому что электроэнергия является у нас сегодня первым, кажется, где мы теряем 40% тарифа. Господин Крытов, в дальнейших проектах, которые будут касаться водоснабжения в Грузии, учитываются ли приборы, допустим, по электроэнергии, ввиду установка таких приборов, установки счетчиков, да, вот как говорил господин Дарлак, именно на скважины, от пункта до пункта. То есть, будет такие вот системы измерения потерь? Да, это живой пример, и касаясь данного проекта, что было озвучено Иваном Павловичем, те 7,5 миллионов, то, что выделяется, из них 5 миллионов, евро-грант и 2,5 миллиона в виде кредита. Годовой процент 2,5-3%, это очень даже дешево. Сегодня именно в этой программе участвуют 4 села и город. 4 села, значит, у нас Казаклия, Тамай, Бежьёс и Баурчи. Там делается проект на водообеспечение этих сел и канализация, в связи с тем, что водопровод почти 100%, будем говорить, 99% Чадалунга обеспечена водой, значит, есть необходимость в проектировании и строительстве канализационной системы. Значит, во всех проектах, кстати, уже 3 проекта готовы, мы взяли заключение, с экспертизы получили. Проект по Казаклии, по Тамаю и по Бежьёсу. Проект у нас в Судаконе. Еще проект до конца месяца выйдет проект с экспертизы и по Бежьёсу. И у нас 100% проектные работы по этим 4 селам готовы. По Чадалунге первый, второй, третий этап первый уже взяли в экспертизе, второй этап и третий на экспертизе, четвертый, пятый, шестой в работе. Что касается новшеств, новой технологии. Были у нас споры с экспертизой, потому что Петр Юрьевич не даст соврать, мы даже писали письма Сисполкома. Мы попросили проектантов, чтобы они включили насосы при замене насосов, виловские хорошие насосы. А экспертиза наставила на том, чтобы они были именно местным производителем. Но местные производители до виловских еще очень далеко. И мы все-таки настояли, чтобы эти насосы были виловские, они в нежавеющем исполнении, они 5 лет гарантия. Вы ставите ставку на хорошие продукты? Да, пусть они будут дорогие, да, немножко дороже, но один раз потратишь, один раз установишь, но это будет надолго. По крайней мере, они дают 5 лет гарантии, это уже что-то значит.